Делай потише его, а то он перекрикивает. Ещё, ещё, ещё тише делай. Вот так. А это... Ну и вот ты пальцем ставишь. Как ты информацию снимаешь? Как я тебе могу её объяснить, если надо её чувствовать? Как человека диагностируешь, точно так же и эту. Ну вот раскрыли вы эту. Мы только для себя её раскрывали, потому что нашей информацией никто не пользовался. А у них там всё было засекречено и всё. Нам хоть бесполезно было обращаться. Тогда за это дело могли и в тюрягу, и в дурдом запрещено. Это когда было? В начале девяностых годов. Ну и что с иголкой, с этой, с иголкой? Ну что вы показываете, на какую точку? И как она называется? Альтаир? Ой. Нет. Аркаим. 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 Да. Это город такой? Ну не знаю, что там за город, но короче они название вот это старые вот эти годы произносить. Думаю, да ё-моё. И там эти, самолёты там пропадают или падают? Ну по нашему, вот по моему, например, было предположению, что почему-то самолёты затягивают сюда. Если слушать, говорю, Гриша, слишком большое расстояние получать. Даже пока тебя так в масштабе в этом взять. Почему их сюда-то? Они исчезают с радара вообще непонятно куда. Исчезает и всё. Ну. И потом чё? Там гибнут люди, да? Мы с ним это убеждали, что туда, а дальше неизвестно что. Дальше неизвестно нам что. Куда затягивало, только как в воронку мы поняли, что туда как в воронку затягивало. Мы даже не могли понять, чей это военный самолёт или не военный, с каким предназначением он летел. Почему его отнесло сюда? Они его искали в тех районах, а их в тех районах нет. Ну что тут вы? Их относило в другое, вот в это место, почему-то. Может быть там действительно порталы есть. А там он может попасть, так что? Вчера по телевизору говорили, что портал знаешь где? Где-то в Азевке. В Карелии много, кстати. В Карелии вот эти вот как по кружку-то вот так расположены камни. Камни вот так ставят и вокруг, вокруг, вокруг. Ребёнку вонгами сейчас хотят. Сердце что ли? Мало того, что в больнице, так ещё об этом. В какой-то гараж. В Екатеринбург что ли. Вот вчера говорили по телевизору, что Екатеринбург вроде. И вот там этот портал. Место, где... И в Карелии очень много, тоже я слушала это. Сергей Брунько, или как Сергей. Очевидно, невероятно, но факт. Сергей, забыл фамилию его. Глушко, не, не Глушко. Глушко, это этот... Ну, знаю, поняла, о чём я говорю, да? Невероятно, но факт. Вот. И, значит, очень много говорят, что у нас здесь летают эти тарелки. Их многие видят. Вот. И где вот горы у нас в горах в Крыму, тоже говорят, там, где Медведь-гора. Да, там есть. Прям внутрь туда, прям в гору заходят. Не знаю, там может что-то открывается, вот она летит, так останавливается, и потом раз заходит. Приснился мне сон, я всё хотела на Шамбалу попасться. На Шамбалу? А это где? Шамбалу. Какие горы? Гималайя. Гималайя? Шамбала. Ну и что тебе приснилось во сне? Где... Вот теперь Лена Ивановна, там, Рерих, держательница мира, владычица Шамбала, она считается. Слушай, вот если прилетел этот НЛО, тебе сказали, полетим к нам на планету, мы тебе всё покажем, расскажем. Полетела бы ты? Нет, без учителя теперь никуда. Виско учителя. Учитель должен быть, оказывается. Я уже раз попала. Куда? Вот я тебе рассказываю. В гору. Мы сначала шли втроё. Мишка, я и Андрюха, 100 лет. Вот Дэвид и ранее Рерих, актриса. Жена Святослава Рериха. Бери, куда вы попали? Ну вот тоже шли, вот так вот. Куда шли-то? В Шамбалу шли, наверное, уж. Вы же в Шамбалу шли. А куда? Так это же в горах, куда, в Гималайях. Как вы там шли? Как вы там шли? Во сне, как можно идти в том тонком мире? А, вы вместе медитировали? И сознание своё туда. Медитировали, что ли? Почему? Я просто спала и видела это. А, ты одна? Во сне видела, что мы втроём. А, ну, расскажи, во сне. По мне йоге много говорили. А то ты меня напугала. Ну и что, я один раз и сама пошла. Зашла и знала точно, где проход. В смысле? В руку свою. Да, как зайти в гору, а гора, это, скорее всего, была пирамидой. Руку. Раз, ещё и думала. Так, надо запомнить вход и выход, чтобы выйти. И там чувствую, что поднялась вверх. Зашла. Повернулась назад, выхода не вижу. Нету. А впереди вот такой вот свет. Многие так говорят. Не видно, откуда, но почему-то свет. Вот я стала это всё смотреть, проверять, изучать, где, что. Ну и вот так раз, два, три проверила, как бы вот. Вот, ну как, печки, печки, что ли, такие вот штуки. Рукой посмотрела. Ну что, там нет, кто-то посмотрел, темно. И как-то встала на середину. Вот так прошла. Раз, два, три. Ну так встала и задумалась. Ой, странно. Свет откуда-то идёт, непонятно. И вот чувствую, что вот из этих дырок, где я вот так рукой проверяла, пошли энергии. И вот так вот вокруг, внутри меня и вокруг меня вот так вот начал. Вибрация такая. Во сне? Да. И такая сильная, что... Ты проснулась. Если я во сне, я не проснулась, если я во сне, я думаю, да-а-а, и куда же я это попаду? Надо выходить. И я вышла с этого места, с этого пятачка, где как раз концентрация энергии. Силовое поле я там находила. Если уж во сне, а во сне-то тонкое тело твое, астральное было. Если астральное тело еле выдержало, ну у меня уже дошло вот здесь, потому что они уже могли и вышить, вышедать, насыщать энергией. Я этот эксперимент остановила, вышла и задумала. Мне интересно. Что же я поперлась одна, без учителя, без... Куда бы меня это все унесло? Ну и вышла так. Думаю, куда же пойти? Там смотрю, лохмотья висят странно. А как же я буду выходить-то? Так что туда, когда попадешь, уже когда душа умрет, это, наверное, точно значит, что ты там будешь делать. Если ты во сне уже, еще сознание твое не полностью работает. И вышла там, вот как лоджия, узкая тонкая. Вот такая щель. А где я шла, снизу вверх, не видно ее, этой щели. Не видно ее. А я думаю, странно. Вот так стою и смотрю. А как теперь я выбираться-то буду? Стою. Оказывается, это была типа пирамиды. Ну, откуда там свет? Ну, и вот тут свет-то... Ну, я записала этот сон себе. Ну, странное дело. Что же я тут делаю? Многие, знаешь, что говорят? Вот эти спелеологи, которые внутри пещер лазают. Многие говорят, что часто бывает такое, что человек заходит в проход, заходит туда внутрь. Значит, там изучают, смотрят, вот, знают, что здесь он. А когда возвращаются, там замурованные, ничего нету. Они в этих лабиринтах, да. И там еще есть... Даже не лабиринт, а вот просто, ну, вот такое помещение. Вот зашел ты, там такое помещение, я не знаю, что-то они отсюда зашли. Ну, и пока все посмотрели, пролазили. А он закрылся. Сюда, он закрылся. Ну, вот, ну, я во сне так выйти. Во сне просто надо четкое задание, что выйдешь. Так, и потом показали по телевизору. И у меня есть это, я еще хорошо раз посмотрела, пирамиды. И оказывается, в пирамиде в Египте, именно есть это вот окно, где и куда я-то выходила. Оно-то находится к третьему ярусу пирамиды. Примерно четыре, вот одна уходит в землю. Часть так, и находилась. Я, наверное, в третьей части находилась. Потому что именно вот это вот, вот эта вот щель. Нет, вот эта вот щель. Потому что есть там ходы вниз и вверх. Я-то поднималась наверх. Вот. И эта щель находится. Вот. Надо посмотреть эту. И вот показываю все пирамиды. Е-мое, так вот как раз, вот точно такая же щель я выходила. С земли ее не видно. Ну, вот, когда я шла. Ну, это как мне казалось земля. Ну, вот я была в северной части. Они, видимо, принцип у них один. И силовые центры находятся. И работают-то они вот так именно. Просто мне... Люди вот там физическим телом испытывали, вот некоторые там ложились. Да, вот находились пирамиды. Я еще раз пирамиду уже в египетскую попала. Уже была в этом... В песке. Все пошли гулять. И я пошла. Ну, пойду-ка я посмотрю. Только вечером нежелательно было бы идти. Ну, пошла. Все убежали, а я одна осталась. И надо было пройти вот как бы по ступенькам так, так, так. Повернула в эту сторону. Там еще пришла эта группа. Я вот прохожу, сидит мужик вот так сидит, вот так вот он сидит. А я вот не знаю, в чем я. Типа как в сапогах, что ли. Ну, прошла мимо и чувствую, что от него мне вот так за ногу. Прямо сковала мне ногу. Вот сковала ногу, что мне не дает идти туда. Думаю, да, наверное, у меня хода нету в пирамиду в эту. Ну, в египте. Что такое пирамида по сне, если видишь? Мне пришлось так, думаю, надо, сил у меня не было ее снять. Так, я возвращаюсь. И только сказала, возвращаясь, от меня этот отошел. Вот как бы вот окова. Не надо мне было туда идти. Я развернулась и вышла. Все, просто вышла. Вот. То я была. Ну, та была, потому что там снег, и я была, значит, в горах. Эти пирамид очень много. Ну, вот. Проглядела я, записала и задумалась, значит. Откуда же Свет? Что ты думаешь? Приносит мне Светка вот эту Вовочка для меня напечатала. Лапсан Грампа. Тибетский мудрец Грампа. Как напечатала? У меня книги есть. С интернета, что ли? У меня книги есть, но одну мне не прислали. Я только забыла какую. Вовка мне напечатал. Ух, ух, ух. Прям с интернета скачивал, да? Да. Он мне... Я ему как-то за работу приносила еще бумагу, что думаю, много тратить. Я покупала бумагу специально, чтобы он свою не тратил. Ну, если там что надо, какие-то листы. Ну, мало ли что, заменить там что-то. А он взял мне еще вот эту, потом еще одну там мне напечатал. А это вот как раз по теме. Вот Света приносит мне, значит. Про пирамиды. Тибетский мудрец. Лапсан Грампа ему задает вопрос. Учитель. Учитель Мингер. Что же это такое? Почему? Откуда Свет, когда они попали в скалу, в горы, они пошли проведывать отшельника? Это что, выходит, там дырзнутся горы? Вот как раз тот момент, когда они попали, почему туда? Там как раз космический корабль находился. Там космический корабль находился. Они попали во сне? Не во сне, а наяву они попали. Почти, ну как, наяву можно попасть? А очень просто. Они пошли отшельника проведывать, который охраняет там. А где это? В горах, в Тибете. А кто пошел? Лапсан Грампа со своим учителем. Это еще в начале 20 века. О, Господи. Я думала, кто из твоих знакомых, когда же они там учили. Откуда знания? Мои знания, мои друзья, Мишка, только знания сам почерпала. Ой, ну это они могут написать все, что угодно. А это, почему все, что угодно? Вот у тебя было такое, что ты вот видела сон, и потом он сбывался. Было такое? Было такое, у меня много вещьих снов. Вещи и сны, ну хорошо. Вот ты веришь в вещи и сны? Раз они сбываются, значит верить в них нужно? Или нет? Надо не только верить, надо просто знать. А верить уже, можешь верить, можешь не верить. Но сила веры, конечно, играет большую роль. Ой. Живут? Вот они попали в эту гору. Даже ламы Минвьяр Дондупа, у него были ноги раздоровлены, потому что как раз началось землетрясение, в щели там зажало. Вот. Ну точно так же, как из пещеры Дебри Ниндостана, где Елена Петровна Блаватская была. Единственное, что учитель помог выбраться, он показал, как движутся там стены. Там вот раньше люди-то были... Стены, скалы движутся. Да, задвигаются, как задвижки. Они движутся и так, и так. Понимаешь? Так это сделано человеком или это какой-то дух внутренний? Это сделано людьми, но другого порядка. Раньше люди, ну, например, Атланты. А, ну я знаю. Они были намного выше нас, здоровее нас. Они умели оставлять... Куда они, кстати, делись? Да, куда делись. Некоторые Атланты остались, когда продолжать. Вот расу надо. Каждая раса имеет продолжение. Вот наша раса должна создать, ну, оставить после себя хорошие задатки, зерна, чтобы шестая раса состоялась. Остальное пойдет в мусор. Понимаешь? Не растущее, оно... Дерево, не приносящее плода, оно уничтожается. Вот точно так же, да. И вот здесь описывается, почему идет свет, а учитель ему объясняет. А Атланты тогда еще молодой был совсем, но он еще в Тибете. Ну, если сказать, в начале 20-х лет, годов, да. Ну, в начале 20-го века. Вот он с 7 лет, по-моему, получался. Выходит, это мы живем рядом с такими вот, с этими цивилизациями. Рядом, рядом. И вот этот человек снежный. Вот как ты думаешь, он ниже нас или выше нас по мозгам? Он, конечно, в тонкие меры видит, но пока он человека может и не трогать. Потому что он видит, он видит, он видит человека. Он самец, ворует вот в горах, в селениях очень много женщин, которые были украдены этим, как его называют? Ну, там они тоже есть. Йоса, 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 Йома, 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 Йена или Йесса, Я что-то забыла, как его называют. Йети. Йети, да, Йети. У нас в Карелии тоже есть. И были они. Вот через эти порталы. Вот описывается в книге, вот это, Дон Хуан, Кастанеда. Ну да. Просто те миры, если там есть такие же люди, они тоже создают так же, живут на земле. Но только вот попади ты туда, а они еще живут. Вот как вот сейчас у нас проявляется вот эта вот, ненависть, жестокость, злоба, вот это. Вот они живут еще той жизнью. И скорее всего они еще могут и наши, наши вот эти, с ними общаться. Да почему Йети-то? А кто? Йети-те живут еще, те гиганты, когда люди были еще, может, еще до того. Это может быть даже еще и лунарии. Еще не все воплотились в людей. Из Луны переходили человечество этапами. Не все они в людей еще, людьми стали. Понимаешь? Это надо вот читать вот именно Блаватскую. Вот. А у Ларисы Дмитриевой она хорошо объясняет. А кто такая Лариса Дмитриева? Ну вот надо бы тебе взять и почитать немножко. А, книга что ли? Она много книг. Она со Святославом Рерихом лично знакома была. Приезжала к нему в Индию. Вот, думалка у него. Думалка, думалка. Ее внук название дал. Ой, что-то есть. Хочешь, посмотри посланник. Утренней звезды Христос и его учение в свете учения Шамбала. Да там все люди пишут. А кто напишет-то? Передаст только от Елены Ивановны Рерих. Вот. Христос. Ну, кто нам людям-то напишет-то? Если мы самих себя не можем еще понять. А как мы поймем? У кого в сознание не вошло, то тому бесполезно добивать. Пока он через себя не пропустит. Ну, вот они ели. Когда Ламы ноги-то они вылечили, у нее ноги были раздроблены. Лама ему сказал, вот возьми это, возьми это, сделай вот это. Он там слайды посмотрел, записи были, как земля наша возрождалась, как все записано, вот как мы сейчас смотрим, вот эти вот на дисках. Точно так же там уже были эти диски вложены. Он просто нажимал кнопку, как в аудитории там сидел, вот как в этом, ну, как в кинотеатре, может быть. И оно там трехмерное. Он даже испугался, что его этот, динозавр вот так охватил. Он думал, что он его, он же оттуда тянется, он там хоп. И мясо динозавров ел, там приготовлено было, все в холодильник оставили, миллион лет прошло. Это когда было? Вот читай. В начале 20 века описано лично. Откуда мясо динозавра? Ты думаешь, что люди всегда были такими примитивными, как мы сейчас? Это были те люди, которые много умеют. Динозавр тоже давно вымер. Вот они засняты на слайдах, на этих вот. Лично этот и видел. И описывает все. Так он с учетом, он не один был, он с учителем, учитель его выбрал. Потому что когда-то они вместе были, когда-то он был атлантом, он даже темно. Атлантом был? Да. Он был атлантом, почему был? А потому и мы были с тобой атлантами когда-то. Здравствуйте, приехали. А ты думаешь, что? Человечество проходит очень много этапов развития. Атланты, они были на 3 метра ростом. А и больше еще были. Люди были по 56 метров высотой. Видит, такое начиталось? 56 метров. Плаватскую, Рериха. А отчего? Почему ты так решил, что 56 метров высотой? Земля его не выдержит. Ну они не физического были. Это дух спускался медленно, обретал тела. Вот ты вислять сюда пойдешь. Физическое тело ты уже обрел. Потом будешь укреплять астральное. Вот как Иисус Христос показал, когда Он возродился. Но у Него только астральное было, высшего порядка. Поэтому Марии Мандарины, Он не разрешил прикасаться через 3 дня только к нему. Точно так же мы не должны подходить к мертвому телу. А мы, вот тебе любимый, не даем вот этому все собраться. К какому мертвому телу не подходить? К физическому мертвому телу. Кто умер? Да. Почему не подходить? А потому, вот есть описание, как надо это делать. А мы неправильно. И хоронить надо. Не так, как некоторого мусульмане. Только умер, утром умер, через 2 часа уже его затолкали в яму. Посадили. А как же надо? Надо так, чтобы все, может быть, ты уже живого его похоронил, заживо. Сколько там переворачивается. Это надо точно знать. Это же так, как в Индии сжигают. По статистике, каждый четвертый переворачивается. Вот, вот. Вот о чем говорят, предупреждают. Смотрите. Гоголь тоже предупредал. Как, например, она тоже объясняет. А как же надо себя вести с покойниками? Елену Петровну тоже чуть не похоронили, когда у нее литаргия была 5 дней. Она спала беспроводно, потому что ее тело было очень уставшим. И учитель дал ей возможность отдохнуть. Очнулся гипс по пояс. И он увидел, что ее уже собираются хоронить. И он дух ее заставил проснуться, чтобы не похоронили его. Надо книги читать. Вот церковь и не принимает вот этого ничего. Поэтому они долбят одно, а фактически, как написали, что нет, на каком-то соборе приняли, отвергают даже учение Христа. Хотя он их и предупреждал. И Илья пришел, да вы его не узнали. А Илья сказал, когда уже был Иоанном Крестителем, предтеча сказал, не я первая, идущая за мною. Ясно показываю. Это не Илья, это был Иоанн Креститель. Так он был Илья до этого. Иоанн Креститель он так и был. Нет. Он Иоанном в ту эпоху родился, на полгода раньше Иисус Креста.